доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды снова мы на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях дня минувшего и того что у нас заготовлено по повестке экономического календаря сегодня сегодня как я обещал друзья нас ожидает очень жаркий день сегодня сразу два регулятора примут решение о процентных ставках это банк канады и федрезерв в отношении федрезерва у нас фактически стопроцентное ожидание того что ставка будет снижена на 25 бассейных пунктов что касается банка канады то здесь каких-то решений пока что не предвидится но я думаю что с учетом последних отчетов которые мы получали по канаде риторика канадского регулятора должна измениться поэтому на пресс-конференции как также я уже отмечал друзья есть высокая вероятность того что будет обозначены опять же планы снизить ставку на последующих заседаниях либо в конце 2019 года либо в первом квартале двадцатого года на мой взгляд тогда когда трейдеры совершенно не закладывались под такого рода решения по канадцу намек на то что ставку снизит будет равносилен фактически самому снижению поэтому я сегодня рекомендую быть крайне внимательными к тому что происходит с долларом и прежде всего смотреть на две ключевые валютные пары которые нам интересны с учетом опять же обозначенных событий это доллар иена и доллар канадца но это не значит то что мы будем игнорировать движение по прочим активам потому что там тоже есть свой фундамент за которым мы следим но все-таки наверное всему свое время если у нас есть шанс сейчас есть возможность сфокусироваться только на вот этих двух крупных инфоповодах я думаю что давайте не будем распылять наше внимание на а прочие 2 3 сортные отчеты ну а сейчас вкратце друзья как мы закрыли вчерашнюю торговую сессию и что было в принципе интересного по нефтянке 61 06 это те котировки которые мы видим по бренду настроение на рынке нефти сейчас меняются но не то чтобы существенно пока что бренд держится выше 60 долларов за баррель я позволю себе сказать что инициатива все-таки остается на стороне на покупателей почему мы немного просились локальных максимумов я думаю что трейдеры закладывались под вероятности очередной недели увеличение запасов нефти и дистиллятов а в сша ну и также были сомнения что о том что россия поддержит а планы по еще более масштабному сокращению производства нефти а в ходе следующего заседания стран энергетического на пакта опек плюс но оно состоится не скоро поэтому я думаю что преждевременно сейчас залазить в этот фон и комментировать ситуацию о том что думает россии какие планы будет вынашивать собственно сама организация опека напомню что заседание в принципе состоится не скоро в апреле но по мере приближения его мы наверное к этой теме будем возвращаться вновь и вновь потому что будущее решение стран опек фактически повлияет на баланс спроса и предложений как вы знаете в отношении рынка нефти это а пожалуй самые главные составляющие категории которые определяют долгосрочные тренды сегодня помимо данных по запасам которые выйдут в 1730 по московскому времени я друзья предлагаю обратить внимание на заседание федрезерва не только потому что она очень сильно повлияет на доллар но и потому что по касательной через динамику доллара мы можем увидеть определенный отклик и на энергетическом рынке как это может произойти если доллар сегодня покажет оправданную реакцию снижения то разумеется поддержку получит все сырьевые активы чья стоимость номинирована в американском долларе нефти в их числе я предлагаю не игнорировать скажем и возможности такого сценария как еще один фактор потенциальной поддержки для рынка нефти и продолжение сохранения восстановительной динамики ну и на рынке сейчас все больше новостей о том что на долгожданном саммите от с который состоится в середине ноября в чили и китай и сша будут обсуждать возможность подписания фактически торгового соглашения не знаю как он формате но кто-то говорит что фактически частичном кто-то отмечает что возможно подпишется только лишь под определенным этапом очень затяжной и продолжительной дорожной карты но рынку сейчас нравится эти комментарии потому что в принципе середина ноября это уже относительно скоро и близко поэтому этот позитив на рынке присутствует но будем его использовать друзья для того чтобы пока что поддержать идею роста цен на нефть доллар иена 108 82 сейчас котировки сегодня до заседания федрезерва куча отчетов важных и я уверен то что эти отчеты будут приняты во внимание голосующими членами американского регулятора сегодня у нас данные по и дипи это рынок труда репетиции перед нон фарм пирал с ожидания скромной 120 тысяч и новых рабочих места агентство полагает что была создана экономика в прошлом месяце я думаю что показатель наверное очень близок к реальному далее данные по ввп 1 и 7 процента с двух процентов то есть снижение я к этим цифрам вас готовила в принципе я думаю что даже 1 из 7 это довольно оптимистичный показатель учитывая последние данные по производственному сектору состоянию сферы услуг ну и конечно же вечером в 21 00 это решение по процентной ставки и позже пресс-конференция джерома павла вероятно нам не стоит настраиваться на прям совсем крутую мощную динамику доллара потому что это решение фактически уже заложено а вкус но все таки ослабление должно последовать индекса доллара уж точно в данном случае попали доллар иена я думаю что тоже вот клик будет особенно если джером пау все-таки просигнализирует о том что он готов применять и дополнительные действия идти на дополнительные меры которые будут и дальше способствует смещению национальной монетарной политики поэтому по доллару и не друзья сегодня у нас есть потенциальный катализатор который может усилить нисходящую динамику евро против доллара 1107 но здесь пожалуй без изменения сегодня не хочу делать большой акцент на евро потому что все будет зависеть уже от того как рынок переварит решение по процентной ставки завтра у нас будет по евро много статистики вот завтра наверное подытожим результат сегодняшнего дня но оппозиционно картина остается прежней я остаюсь в числе продавцов главного валютного риска фунт против доллара 12863 вчера очень быстро джонсону удалось инициировать рассмотрение законопроекта о досрочных парламентских выборах где главная идея это голосование простым большинством они двумя третьими это как это закон этот законопроект проект прошел и принципе можно сказать что вслед за ним под вечер тут же инициировали голосование о том когда следует провести досрочные парламентские выборы и наверное если говорить о том что первый раз инициатива джонсона и тот вопрос который он ставил на повестку получил одобрение и палаты общины парламента это наверное первая победа правительства джонсона досрочные выборы состоятся друзья 12 декабря не скоро но до этих пор мы будем пребывать в состоянии вот этой неопределенности может быть с одной стороны это хорошо неопределенность это то что будет провоцировать мощную динамику фунта но самое главное друзья вы должны понимать что он все эти досрочные выборы лично джонсонам проводится для того чтобы получить большую поддержку уже со стороны палаты общины впоследствии добиться выхода англии из с на условиях даже жесткого прайсит я думаю что к этому все и придет со временем поэтому рекомендую в принципе фунт и дальше рассматривать с точки зрения продаж по доллару канадцу 130 88 сейчас котировки возможно на волатильности имеет смысл подкупить пару с уровня 130 50 я считаю что сегодня пара может неплохо вырасти австралийцев против доллара мы вчера говорили о потенциале снижения он друзья остается несколько часов назад вышли данные по инфляции индекс потребительских цен базовое значение остается гораздо ниже целевого диапазона поэтому это открывает возможности для резервного банка австралии к снижению ставки может быть запуску программы количественного сменчения все это конечно же тот фон который будет обеспечивать движение австралийца к нашей цели до которой в принципе с учетом тех уровней с которых мы ранее продавали его остается все меньше и меньше это 065 066 на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания